здравствуйте мои хорошие мои любимые сегодня с вами поговорим о рижском бальзаме как раз и вопрос такой и он у меня стоит и вопрос этот неоднократно задавался поэтому сегодня мы с вами дегустируем рижский бальзам это такая вещь что стоит дома наверное пожизненно знаете всегда должен быть рижский бальзам дома необходимая незаменимая вещь это ни в коем случае не реклама не подумайте но рижский бальзам я неоднократно возила и в россию в подарок и даже в краснодарском крае спрос и желание и вожделенным обладать рижским бальзамом у людей тоже было давайте посмотрим и даже продегустируем ну как выглядит рижский бальзам визуально наверное всем известно но кому неизвестно я так покажу поближе это натуральная глиняная бутылка и только так они разливают свой ликер это наверное старейший биттер в мире история его создания вообще уходит лет на 260 назад он такая глиняная бутылка деревянная пробочка хоть рецепт этот и создан 260 лет назад его ингредиенты между прочим не считаются секретом но только конечно совсем тонкости приготовления известны тому кто изготавливает непосредственно создан он в риге называется он черный рижский бальзам что здесь чего здесь только в составе нету давайте моего с вами откроем он полностью натуральный здесь нету никаких искусственных добавок выглядит он совершенно черный такой вот смотрите как настойка такая интересно что технология изготовления у него такая что он изготавливается все эти травы все что входит состав в одной бочке все находится в одной бочке вкус у него горько сладкий такой в чистом виде но не знаю мне как-то его тяжеловато в чистом виде пить я бы но иногда бывает так что можно пропустить рюмочку но не больше конечно но с 1752 года изготавливается она множество всяких престижных международных и наград имеет и бутылки вот из натуральной глины сейчас появились продажи различные напиток с различными добавками сейчас появился в продаже есть с добавлением черной смородины и всякие разные вот и состав вот не секрет здесь 24 ингредиента так пишут что из 17 из этих 24 они растительные здесь и всякие травы корень я тебе там валерианы полын черный перец имбирь и такие еще редкие есть перуанское бальзамическое масло например так далее то есть как его пить вы спрашиваете но во первых его можно пить в чистом виде ваше здоровье он очень горький но не зря биттер до добавление двух-трех чайных ложек или даже сколько-то капель утром в кофе взбодрит расширить сосуды после допустим лыжной прогулки несколько капель или чайных ложек в чай очень хорошо согреет потому что здесь такие ингредиенты которые согревают а так у него очень горькой как будто горькой полынью или даже это малина если очень интересные оттенки в этом рижском бальзаме и потом конечно добавление в коктейли шоты с добавлением соков даже в колу и так далее то есть очень много ваше здоровье много различных вариаций исполнения употребление а сейчас еще вышли дополнительные как сказать раз разные вкусы есть вишней есть черной смородины есть вот такой эспрессо еще есть и есть вот такой оригинал горькой горько сладкий вот но несколько капель вот он оживляет сейчас я повеселею на глазах вы знаете самое на хорошее когда вот придешь с лыжни откуда-нибудь слышь замерз мороз взять так вот немножечко чаю и туда вот я бы не капала высоки пару чайных ложечек в этот чай его для согрева для раз того чтобы как говорится кровь разогнать очень хороший вариант или в кофе в кофе с утра тоже отлично так что как лекарство в качестве лекарства настойка в общем-то разных трав можно в чистом виде от в ликерных рюмочках подают или вот конечно составляющие разных коктейлей и в интернете рецептов этих коктейлей полно все о том что интересно можете составить себе такой коктейльчик шут или вообще мне кажется рижский бальзам должен быть в баре ну в каждом доме пригодится для сугреву и еще я знаю употребляют этот рижский бальзам даже в лед лед делают вот с добавлением рижского бальзама для коктейлей в мороженое добавляют ну и как я уже сказала в чай в кофе и чистом виде коктейли в коктейле эта составляющая очень хорошо играет бутылка упаковка у него стандартная всегда такая меньше по я не видела это глиняная здесь пол литра и 45 градусов здесь крепости всему это очень крепкий алкоголь и стоит он где-то ну 11 12 13 он так я давно не смотрела на него в магазинах появились даже разные вкусы мы ничего не пробовала где-то то 11 то 12 13 зависимости от компании было даже за 10 80 где помогу в грозе или максимум в принципе не такой уж и дорогой как сувенир и необходимость дома держать ему просто цена достаточно приемлемая согласитесь еще один вопрос был уже не касается рижского бальзама про то что производит наша страна какая отрасль по моему да вы спрашивали развита сильнее всех но в эстония страна очень небольшая и развита наверное здесь очень хорошо сельское хозяйство сельское хозяйство туризм что мы еще мы сланец у нас есть энергия дарская электростанция нас есть потом у нас прекрасная мясомолочная продукция это просто потрясающе у нас в эстонии нету порошкового молока да очень странный такое вроде бы заявление этим вопросом интересовалась и действительно настолько большое количество натурального молока что он идет даже на экспорт и хватает нам с головой может конечно порошковая присутствует где-то там в магазинах для как сказать разнообразие или для просто количество ассортимента разнообразие но в общем и целом наше молоко натурально так заявляет производитель не я придумал вот поэтому мясо мясо и молоко у нас потрясающе потом в эстонии роскошнейшая вязка вот эта ручная работа как вяжут эстонцы их пряжа вышивка вот это все эти варежки свитера и различные орнаменты согласно национальные согласно каждому принадлежности каждому району или острову в эстонии еще несколько крупных и мелких островов изделия из дерева особенно из можжевельника всякие ножи для на маске масло допустим разделочные доски мы с вами очень много ходили по ярмаркам национальным вот этим ярмаркам и обязательно посмотрите кто не видел эти ролики новеньких очень много тогда у меня еще не было так много подписчиков когда я снимала эти ролики национальная вот эти вот ручные работы всякие изделия и даже и для укра и украшения и все все в общем там и и одежда чё там только не было вот это у нас конечно очень хорошо развита и пользуется большим спросом и как сувениру возят всегда туристы покупают и большой большим спросом пользуются эти товары но и конечно айти технологии айти у нас очень хорошо все здесь развиты голосуем и электронной дневники у нас электронные журналы электронный все у нас это но сейчас может во всем мире уже как бы это более-менее так все развилось но у нас это очень это в этом мне кажется мы впереди планеты все это у нас очень неплохо развита рецепт не надо идти к врачу он вам продлит дигитально в аптеке вам все это все все дигитально со всех сторон все дигитально дигитальные подписи голосования посещения подписания всяких документов и на важных все такое вот очень все очень просто все это сильно облегчает жизнь обычному человеку так вроде более-менее рассказал рыба конечно у нас тоже рыболовство это у нас тоже есть у нас роскошнейшая рыба в стране очень интересные всякие деликатесы есть из рыбы есть много есть уголь копчен в нашей вроде бы маленькой эстонии конечно очень много всякого интересного есть и еще вдогонку хорошо что материал еще не ушел у меня на монтировку вы все время и не первый раз спрашиваете или просите до открытия где-то дублировать свое видео я под каждым видео пишу где можно меня еще найти чтобы как вы говорите да не потеряться я создала сообщество вконтакте то есть там меня можно эти все ссылки под описание под каждым видео там на нажмете перейдете на моей личной странице в вк я дублирую свои видео в одноклассниках в твиттере в телеграмме везде как говорит муж с каждого утюга так что перейдя по под видео посмотрев вот это описание там все все ссылочки так что мы с вами не потеряемся ни в коем случае не переживайте спасибо что подписывайтесь спасибо что вы со мной мне очень приятно и каждый каждый из вас мне очень очень дорог спасибо что вы со мной ну в общем все на сегодня пока все на улице прекрасная погода солнышко ну вроде собирается дождь кажется дождик собирается отмели отменили у нас все возможные паспорта грядут выходные посмотрим с вами может быть мы тоже если нам удастся куда-нибудь выйти попасть я не знаю что надо дичайший ажиотаж везде но кристина уже очень конечно соскучилась потому чтобы куда-то сходить там за купаться или в кино или еще посмотрим куда нам удастся попасть или мы с вами просто пойдем искать весну в общем как-то будем немножечко потихоньку иногда выбираться из дома тоже а сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки не забывайте всего вам светлого доброго хорошего хорошего вам настроения у некоторых людей она сейчас совершенно хромает как говорил винипух она хорошая но она хромает держитесь мои хорошие такое сложное время когда люди прямо столкнулись до друг с другом лбами и вас только ссор столько разногласий сейчас на известную тему поэтому давайте все-таки оставаться людьми давайте держать себя в руках побольше позитива и поменьше негатива подписывайтесь на канал и до следующего видео и атака до свидания